всем доброго дня сегодняшнем выпуске по многочисленным просьбам наших зрителей мы поговорим про фонд помощи пенсионерам в германии которые имеют низкую пенсию и речь идет здесь про единоразовую выплату в размере 2 тысяч 500 евро или даже пяти тысяч от государства это как мы уже сказали единоразовая выплата но существуют определенные условия и требования которым вы должны соответствовать для получения этой суммы постановлением кабинета министрова до 18 ноября 22 года была создана правовая основа для учреждения фонда помощи пенсионерам которые имеют низкую пенсию в данном случае она должна быть близкой к грунтсихеру то есть к базовому обеспечению по законам германии в среднем эта цифра должна быть менее чем 830 евро на месяц на одного человека включая все ваши активы плюс иностранные пенсии основной задачей этого фонда является компенсация и финансовая поддержка немецких пенсионеров которые имеют очень низкую пенсию какие же категории граждан могут на эту выплату претендовать в первую очередь это поздние переселенцы еврейские беженцы мигранты пенсионеры которые потеряли часть своей пенсии за воссоединение западной и восточной германии а также люди которые были задействованы в определенных сферах деятельности например артисты балета сотрудники сферы здравоохранения социальной сферы также те кто работал в deutsche райспан или deutsche post также в горнодобывающей промышленности как мы уже сказали в начале при определенных требованиях немецкие пенсионеры могут претендовать на единоразовую выплату в размере от 2500 евро до 5000 от чего это зависит важно отметить что этот фонд помощи пенсионерам создала федеральное правительство но также и федеральные земли отдельно могут поучаствовать финансово в этом фонде то есть если они до 31 марта включительно внесут свою финансовую часть то соответственно пенсионеры которые живут в этих федеральных землях могут претендовать на максимальную выплату 5000 евро обратите внимание что прием заявок на получение этой единоразовой выплаты уже открыт 17 января 23 года и каждый заявитель может подать соответствующее заявление включительно до 30 сентября 23 года также важно отметить что эта выплата не будет вычитываться из социального пособия если вы его получаете в германии но эта выплата будет начисляться только в двадцать четвертом году по предварительным расчетам министерства труда на эту выплату могут претендовать около 60 тысяч поздних переселенцев в германии а также около 70 тысяч переселенцев с еврейским происхождением но как мы уже сказали существует ряд основных требований которым вы должны соответствовать то есть не каждый немецкий пенсионер с низкой пенсии имеет право на эту выплату и сейчас мы озвучим основные из них условия получения выплаты у поздних переселенцев на 1 января 21 года ваша пенсия включая иностранные пенсии все другие доходы должна быть менее 830 евро нет то есть то что вы получаете на руки после вычета всех сносов и второе условие это вы переехали в германию до 1 апреля 2012 года и родились до 1 апреля 1962 года условия для получения единоразовой выплаты у переселенцев с еврейским происхождением фактически такие же как мы только что перечислили для поздних переселенцев но есть одно условие которое отличается это вы родились до 1 апреля 1972 года что же необходимо сделать для получения этой единоразовой выплаты все очень просто зайти на сайт министерства труда или другие сайты которые мы оставим в описании под видео и заполнить соответствующий формуляр той категории которой вы принадлежите то есть если вы поздние переселенцы или переселенцы с еврейским происхождением то это разные заявления соответственно вы выбираете то которое соответствует вашей категории те документы которые нужно будет прикрепить указаны в этом заявлении и вы его уже заполненное посылаете или электронной почтой или же обычной почты все сейчас контакты адреса вы видите на экране также существует горячая линия по которой вы можете позвонить и задать все интересующие вас вопросы еще раз напоминаем что заявление вы можете подать включительно до 30 сентября 23 года и еще один очень важный пункт на который бы мы хотели обратить ваше особое внимание и он в основном касается поздних переселенцев которые работали других государствах это наличие иностранной пенсии и и размер или любых других доходов потому что все в суммируется и потом социальные органы смотрят имеете ли вы право на получение этой единоразовой выплаты от государства поэтому чтобы в будущем избежать любых проблем и разбирательств социальными органами нужно эту информацию обязательно указать это была основная информация которая касается единоразовой выплаты от государства для пенсионеров немецких у которых низкая пенсия я думаю что в этом видео на большинство вопросов мы ответили дали исчерпывающую более-менее информацию по этой теме но вдруг у вас появились какие-то вопросы уточнения что-то непонятно то вы всегда можете позвонить на существующую горячую линию и напрямую задать эти вопросы или же написать электронное письмо также вы можете писать ваши вопросы в комментариях и мы по возможности постараемся на них ответить на этом я всех благодарю за внимание будьте здоровы берегите себя и до новых встреч